здравствуйте на библийском портале экзекет мы продолжаем беседы о право ци аврааме мы остановились на том как заключает господь зовет с авраамом и авраам совершенно абсолютно доверившись богу оказывается избранником на вере которого на послушание которого основывается новая история человечества далее рассказывается об аврааме вот следующее библия говорит о рождении у него сына измаила от служанки сариной египтенки агаре так пожелала сама сара отчаявшаяся иметь детей в своей глубокой старости но утешение она не имела от рождения измаила и стала ревниво преследовать агарь господь же велел агаре не покидать своей госпожи покориться ей и обещал свое благословение измаилу как отцу будущего многочисленного народа а вот авраам до крайней старости ждал исполнение божественного обетования и уже готов был удовлетвориться благословением измаил но господь снова является ему и повторяет твердое свое намерение произвести свой новый народ именно как законных потомков авраама и сары книги бытия это описывается так авраам был девяносто девяти лет и господь явился аврааму и сказал я бог всемогущий ходи передо мною и будь непорочен и я поставлю завет мой между мной и тобою и весьма весьма размножить тебя как видим главная забота бога будущий новый народ имеющий произойти от права господь назовет этот народ своим народом и буду им богом говорит он и они будут моим народу это как будто бы возвращение к дням творения когда господь говорит людям только что им сотворенным плодитесь и размножаетесь и наполняйте землю и владычеству истина всею землею только неверность отступничество от истинного бога лишили людей этого благословения потому чтобы произвести от авраама свой народ господь усиленно испытывает его при этом общается с авраамом как с другом бог об этом говорит устами пророка исаи вот как у исаи в 41 главе и ты израиль раб мой иаков которого я избрал семя авраама друга моего вот эти слова мой народ я буду им богом они будут моим народом это мы часто встречали когда говорили о книгах пророков и о дружестве между богом и человеком тоже говорится в книгах ветхого завета как о том идеале которому возвращает конце концов господь своих людей вот как во второй книге про лепоминон говорится не ты ли боже изгнал жителей земли сей перед лицем народа твоего израиля и отдал его семени авраама друга твоего навеки но народ божий не ограничивается этнической принадлежностью к израилю об этом говорит нам сам христос многие придут с востока и запады и возлягутся в раму исааком и акова в царстве небесном так у матфея 8 главе до конца испытанной верности богу новый израиль это церковь христа и как и как авраам признает господь испытанным другом за его верность так говорит христос своим ученикам вот дело божье чтобы вы веровали в того кого он послал смотрите авраам поверил богу это менялась ему в правильность вера была главным делом авраама она руководила его жизнью на вере было основано каждое действие каждый выбор жизненный авраама каждый ушат верою снимались его сомнений он побуждался делать новый шаг своей жизни веры потому так и говорит господь вот дело божье чтобы вы веровали в того кому он послал и на тайный вечер и господь обращается к ученикам я назвал вас друзьями подобно тому как бог называет в рамах так и осуществляется замысел божий о человечестве начатый с призвания авраама о чем своей пророческой речи говорит отец она притеча захарии захаре так говорит милость его в роды родов к боящим сего как говорил к отцам нашим к аврааму и семени его до века когда захарий узнает о рождении своего сына в котором он понимает является пророк мессии христа господня то он возвращается в своем этом гимне таком пророческом захария возвращается к истории авраама само по себе происхождение от авраама еще не означает избранничество так измаил рожденные мотагари всего лишь потомок во плоти как подчеркивает апостол павел посланник галатам он говорит что рождение рождение не от рабы но от свободной по замыслу божию выделяет сына престарелых авраама и сары именно как обетованного явившегося по божественной воли вопреки природе и ради осуществления сверх исторического замысла то есть рождение от рабы это как бы так сказать ну биологическая факт не более того до молодая женщина родила этого рамы сына но исаак обетованный богом рождается можно сказать чудом вопреки природе исаак родился потому что в рам поверил богу и через это решающие для спасения события и значение этого события оказывается не вот в чем не кровное родство с авраамом но наследование его веры является знаком истинного принадлежности кровь до авраамом иисус христос так укоряет отвергающих его иудеев если бы были дети авраам это дело авраама вы делали бы а теперь ищете убить меня человека сказавший вам истину который услышал от бога авраам этого не делал то есть вот на авраама ссылается иисус желая утвердить иудеев в истинной вере так восьмой главе и он на и так 99-летний авраам снова получает от бога обетование о наследники и подтверждение завета бог указывает аврааму что непременное обрезание для всякого младенца мужеского пола рожденного в доме авраама будет знаком этого завета обычай обрезания он существовал и раньше у народов востока это было символом готовности к браку пролитие крови означало прочность заключенного союза для авраама же и всех его потомков это будет знаком ненарушимые принадлежности их единому истинному богу после всех слов господа авраам пал на лице свое и рассмеялся и сказал сам себе неужели от столетнего будет сын и сара 90-летний у неужели родит ответ на смех авраама бог видит бог велит назвать сына исааком исак значит бог смеется или смех или радость в этом явлении аврааму бог меняет ему имя он теперь будет называться не авраам с одним а что значит велик по отцу но авраам или переводе отец множество и сара с одним р будет теперь именоваться сарой то есть княгиня она станет матерью князей царей перемены имени указывается новые предназначения для человека и вскоре снова являлся господь еврааму когда он сидел у входа в свой шатер при дубраве мамре прежде чем исполниться божественному поветованию у рождения исаака авраам не только слышит бога но творец является ему в своем тройческом образе воочию это указывает на то что аврааму предстоит не просто возликовать рождение наследника но обрести совершенно новый смысл своего бытия до этого человеку не приходилось оказаться пред богом лицом к в предыдущих беседах о ветхозаветном мистическом опыте мы указывали на исключительное значение богоявления при дубраве мамре тогда чем улице мы говорили о том как тонко нашел русский иконописец андрей рублев такой богословский смысл передал в своей иконе троица когда явление троица бога как троица и не представлена в житейской ситуации трапезы закалывание тельца предложение от цары и авраама как это было в иконах под названием гостеприимства авраама но как бы на месте авраама присутствующего перед богом оказываются сами молящиеся перед иконой троица так вот мы понимаем что все уже тельские обстоятельства при которых произошла эта встреча и поспешное приготовление трапезы смущение недоверчивость сары все эти обыденные признаки человеческой жизни они не снижают сверх реалистического надмирного смысла их и встреч богу достаивает человека своим посещением а человек при этом не страшится принять владыку замечательно выражено библейском тексте доверие бога к аврааму и сказал господь утаю ли я от авраама раба моего что хочу делать как вы помните это явление ангелов аврааму было на пути божественных посланников в нечестивые города содом и гоморру для наказания тамошних жителей погрязших в грязных грехах и вот далее начинается настырное заступничество авраама перед богом за и праведников которые он уверен не должны погибнуть когда совершается божественное правосудие вы помните как там ради сорока ради тридцати ради десяти человек праведных не погуби город господь говорит ради десяти не погублю и прекратил господь говорить с авраамом и пошел далее и действительно прежде чем погибнуть саду боега море саду мляне могли отступиться от своего злоумышления и господь дает им шанс они могли отступиться от нечестия по увещанию лота который уговаривал их не совершать греха они этого не сделали наставили на своем и таким образом господь вывел лота семьей из содома города жить и погубил навеки аврааму господь обещал и дал великую радость 21 главе книги бытия говорится авраам был ста лет когда родился у него исаак сын его и сказала сара смех и сделал мне бог кто не услышит обо мне рассмеется мы вспомним имя сака означает смех или радость дитя выросла и отнят от груди верам и авраам сделал большой пир в тот день и дальше читаем и было после сих происшествий это уже 22 глава вот после разговора об этой радости за который пережили авраам и сара после упоминания о том пире который был сделан когда исааку было 3 около трех лет он от ним было от груди и было после сих происшествий вода 2 главе книги бытия говорится как господь искушал авраама но приблизительно процитирую на память авраам вот я господи возьми сына твоего единственно твоего которого ты любишь и принеси мне в жертву на горе моря авраам взял осла положил на него дрова сопровождали его двое слуг взял нож и огонь и пошел под ножи горы когда он вот говорится библии таким кратким и таким выразительным образом это когда увидели у под ножи горы ту вершину он оставил осла и отроков своих дрова положим на плечи исааку и тот спрашивает 12-летний отрок отец мой вот я сын мой вот огонь и нож а где же огнец для всесражения и авраам говорит бог усмотрит себе ангца сын мой тут он пророчествует авраам авраама вообще говоря действительно можно нужно назвать пророком так и о нем говорится в библии словами скажем обимелеха который называет его наби то есть пророк к этому непостижимому событию жертоприношение авраама который как вы помните совершалось по всему порядку какой полагалось сын как совершить поднялись на вершину в рамсов жертвенник из камней положил на него дрова связал исаака положил на дрова занес нож над ним и тут ангел удерживает руку и сады авраама и говорит не трогай он не делал ничего от рук и и я вижу двое верность и услышал авраам блеяне овцы запутавшиеся в кустах и принес в жертву и спустились они из той горы вся христианская культура обращается к этому непостижимому факту жертоприношения авраама и не в силах объяснить каким образом авраам был готов принести в жертву подростка сына будучи при этом уверен что от него произойдет ему многие поколения потомков где в этом событии ключевой момент не означает ли это что новый народ который произойдет от исаака преназначен для того чтобы совершилась какая-то особая жертва и авраам как первый пророк ветхого завета предрек явление единственного андса сына божия из которого по прошествии столетий на которого по прошествии столетий укажет последний пророк ветхого завета иоанн притечи восхождение на гору в земле моря знаменует собою восхождение на голгоф без вот этой связи найти смысл жертоприношение авраама невозможно ну сегодня остановимся и до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео в описании